Я думаю многие уже знают о существовании Lethal Company и сегодня вы узнаете 100 интересных, наверное, фактов о леталке. Ну ладно, давайте же начнём. У Lethal Company есть свой сайт Вики, в котором вы можете узнать, что разработчиком Lethal Company является Зикерс, который делает по сей день игру в соло. Бумбокс почти бесконечно отвлекает монстров, однако враги всё равно будут атаковать вас, если вы подойдёте к ним слишком близко. Если вы играете одну из своих песен, и рядом находится Гигродер, он будет двигаться намного быстрее. Когда уровень заряда батареи составит 5%, примерно через 5 минут и 30 секунд, песня, воспроизводимая в бумбоксе, начнёт постепенно уменьшаться. Если ваш тиммейт стоит под лестницей, то когда она упадёт на него, он умрёт. Таким образом, вы можете убивать вашего тиммейта, и он ничего не будет подозревать. Ну если он, конечно, не Илона Маску или Ивана Золу. Если лестница расположена перед турелью, она блокирует попадание любых выстрелов, даже если кажется, что турель может стрелять через лестницу. Возможно, это связано с тем, что лестница считается сплошной плоскостью, хотя по логике выстрелы должны иметь возможность проходить через промежутки между ступеньками. Обычный фонарик работает примерно на 140 секунд, после чего его необходимо подзарядить, а вот профессиональный фонарик или же Pro может работать до 5 минут. Несмотря на то, что фонарик Pro намного лучше, у него есть недостаток, он весит целых 5 фунтов. Электрошоковая граната проливается сквозь решётку на территории фабрики. Среднее время спринта до того, как закончится выносливость, составляет около 9-10 секунд. Но при использовании ингаляторов оно потенциально может подняться до 25 секунд. Вообще, ингалятор используют для лечения синдрома Туретта или же депрессии. Zepgun работает в общей сложности примерно 60 секунд, если его полностью использовать. При нажатии на тыкву она будет смеяться. Видео, которое будет воспроизводиться по телевизору, будут иметь исходное соотношение сторон 16 на 9, но будут растянуты до 8,7, чтобы соответствовать размеру экрана. Во время горения свечей издаётся постоянный тихий шум огня. Кстати, стоя на свечах, вы выходите за пределы досягаемости убийства девочки-призрака. И при взаимодействии с плюшевой игрушкой издаётся пескливый звук, который привлекает безглазых собак. Плюшевый пижамный мужчина является отсылкой к толстому пижамному мужчине из Перевёрнутого. Little Company, несмотря на свой короткий промежуток существования, получила уже три номинации. А именно, в прошлом году игра года и лучше с друзьями, а в 2024 году стриминговая игра года. Сканирование объекта показывает, что ключ можно продать за три кредита, хотя при продаже он не приносит вам никаких денег. За убийство щелкунчика можно получить минимум два снаряда и максимум четыре. Во многих случаях, если ваш тиммейт погибнет, утонул в океане за зданием компании, его тело невозможно будет телепортировать из-за ошибки в текущем патче. Если сотрудник был убит хранителем леса или же песчаным червём, его тело не появится и его невозможно будет телепортировать обратно на корабль. В результате чего будет обычная комиссия в 20%. А если же ваш тиммейт убит манекеном, его тело появится без предплечий и с катушкой в качестве головы. Кстати, убийство манекена также приводит к тому, что тело может быть ударено молнией. Из-за процедурной генерации в помещении в варианте особняка могут появляться книжные шкафы, которые полностью блокируют доступ к дверным проёмам. По недоразумению, так называемый смех Бракена не имеет ничего общего с самим Бракеном. И на самом деле он слышен, когда уровень безумия высок. Если включён режим арафнофобии, все модели пауков заменяются плавающим текстом с надписью «Паук». Когда вашего тиммейта убивает паук, его тропия ретаскивается к гнезду, а затем заворачивается в паутину, лишая возможности его схватить. Труп можно всё же вернуть, если вы воспользуетесь телепортом, но вы всё равно не сможете схватить своего тиммейта, пока корабль не улетит. Существует ошибка, из-за которой пчёлы могут стать постоянно враждебными. Есть предположение, что манекены когда-то были биологическим оружием войны. Песчаная червь отображается на мониторе огромной красной точкой. Гораздо больше, чем безглазая собака, великан или же бабуин. С помощью песчаных червей можно обманом заставить съесть великана. Это происходит только тогда, когда великан ест или преследует вас или же вашего тиммейта. Вов – единственная луна, на которой не могут рождаться щелкунчики. Технически вы можете пережить 4 выстрела из его дробовика, ведь расстояние от дробовика будет определять, какой урон он нанесёт. На мимика не влияет ариозольная краска. В коде игры мимик называется «Игрок в маске», а сама маска – преследуемый игрок. Маска из Little Company напоминает Тесипильну 35. В принципе, кто не знает, это трагическая маска, которая овладевает и разъедает своего владельца. Крик Шута может насторожить безглазых собак, хоть и для этого нужно, чтобы он находился снаружи, и в первую очередь для этого требуется мод. Песчаный червь является самым могущественным существом в Little Company. Думаю, не стоит объяснять почему. Бабуины, ястребы и безглазые собаки будут сражаться в тех редких обстоятельствах, когда они появятся оба. На третьем уровне агрессии собаки могут время от времени атаковать вас, если вы даже не издали никакого шума. Но это может произойти только если вы до этого заиграли собаку. Сам дизайн и функции безглазых собак довольно похожи на SCP-939. Прозвище «Лутбак» является отсылкой к пассивному существу в Deep Rock Galactic. Также в Little Company присутствует неиспользуемое существо, а именно Ласо, которое выглядит как гуманоидная фигура, состоящая из красной вековки. Ласо, скорее всего, был изменён на Бракена. Его способом убийства должно было быть удушение. Птица Монтикол является безобидной птичкой, которую можно убить. Но скажу сразу, что это считается пустой тратой ресурсов компании. Споровые ящерицы принадлежат к тому же семейству, что и настоящие аллигаторы. Руни тоже аллигатор, а ой. Споровые ящерицы издают звук, очень похожий на звук Реолайф Гремучи Змеи. Ну, Реолайф это... Короче, это настоящее, да. Ну и имеет похожий хвост. Сигур считал, что вся цель компании заключалась в том, чтобы просто кормить монстров компании и поддерживать их удовлетворение после того, как они оказались в ловушке внутри бетонного здания. Об этом также свидетельствует одна из редких репликов, в которой говорится «Эта стена не может сдержать это». Рент единственная карта, на которой не могут появиться жуки и тамперы. А вот наибольшее появление на этой планете относится к мимику, джестеру, щелкунчику и девочке. Из-за объема информации Титана невозможно увидеть погоду, которая сейчас наблюдается на главном мониторе корабля. Поэтому обязательно перепроверите погоду на терминале, чтобы избежать неожиданных опасностей. Лесные великаны и безглазые собаки могут появиться сразу и где угодно после высадки на луну, в том числе на лестнице, ведущей к любому входу, между главным и пожарным входом. Так что рекомендуется быть готовым справиться со всем. Марчи – это единственная луна, имеющая более одного пожарного выхода, а также обладающая самой высокой максимальной дневной мощностью. На карте «Эссеренс» гарантия можно запрыгнуть на скалу с правой стороны направления полета корабля во время приземления корабля, что позволит быстро получить доступ к пожарному выходу. В журналах, написанных Сигурдам, упоминается, что компания иногда покупает по более высоким ценам, превышающим 100%. Однако, в игре этого еще предстоит убедить. Когда ракета приземлится возле безглазых собак, они услышат ее и атакуют, пока она не будет уничтожена. При уничтожении она взорвется, убивая всех, кто находится поблизости. Ваши тиммейты или живые, стоящие под ракетой при ее приземлении, будут раздавлены. Мелодия, которую играет ракета, представляет собой первый куплет индейки в соломе, которую часто используют в грузовиках с мороженым. Орудия на турели очень похожи и, скорее всего, представляют собой слегка модифицированный ручной пулемет Брэн. Сканеры могут прочитать, как был убит сотрудник, если его используют на трупе. На некоторых лунах, таких как Рэнд и Дайн, сканеры показывают неправильное местоположение главного входа, когда он находится рядом. Многие механики в Леттл Компани основаны на анимэшн Карлос от Юнити. Сотрудники имеют доступ к фиолетовому костюму во время работы на Луне Испытаний. В таблице лидеров сохраняются самые последние результаты, а не лучшие. В Леттл Компани нет механизмов от защиты от мошенничества. Как вы могли подумать, Бракен вообще вас не боится, потому что он просто играется с вами. Идеальная дуо-стратегия для убийств монстров, это использовать электрошокер и лопату. Ну если вас четверо, то могут еще и другие лопатой бить. Ну а то есть там один оглушает, другой бьет, или же кто-то еще стоит. Так скажем, подстраховать если что. Чтобы убить почти любого существа в соло, вам потребуется тупо кружиться и ударять лопатой. Чтобы убежать от тампера, нужно без конца давать ему вырезаться в сену, чтобы он замедлялся. У джестера всего три фазы, а именно на первой он преследует вас, но не атакует. На второй подволнующую музыку как бы уже начинается такое нападение. А на третьем этапе вам жо... Да, вы поняли. Первоначально тамперы не могли добраться до вас, если вы стояли на перилах. Но в 45-й версии этот баг исправлен. Ну несмотря на это, сотрудники по-прежнему в безопасности от тампера, если они находятся на высоте выше перил. Ну вот и такой в принципе ролик получился. Как вы поняли, там под конец, там последние 50 фактов, прям душевные такие получились. Если те как-то ну типа там серьезно может быть. Ну хотя я бы не сказал бы, но я думаю вы поняли, что последнего, то есть 50 фактов, потом уже 50-100 было, и потом уже там по 100 до 100 пошло. Там уже, ну там уже другое. Как-то я там больше в поток как-то вошел, более так... Тут правда так душевно озвучивает, начал прям... Короче, надеюсь вам ролик понравился, ребят. Ну я думаю, я... Короче лайк давайте, если четкий ролик. Если не четкий, то напишите в комментариях, что не понравилось. Попытайтесь справиться. Все, с вами был Руни. Как бы пишите, что еще снять, там если что. Сам тоже подумаю. С вами был короче Руни, да. Давайте всем спасибо и всем пока. Минуточку еще хочу занять ваше время. Забыл сказать, что еще несколько фактов будут в моем телеграме, так скажем, бонусных. Вот, все, вот я не отыкаю. Все, давайте пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok